На стадионе «Геулок» состоялся отборочный этап всероссийского проекта «Северная ходьба. Новый образ жизни». Реализуется он на территории 43 регионов страны. В Тюмени участие в соревнованиях приняли 4 команды. В состав каждой из них входило 10 человек, по 5 мужчин и женщин. Что их привело на стадион, расскажем в следующем сюжете. Все будет у нас отлично. Загаз выступает прилично. «Команда готовилась много раз. Тренировки посещала целых час. Готовимся и готовы мы к ней, к судьбе. Всегда приглашаем заниматься северной ходьбой. Всегда! Приходите!» Неподготовленный глаз принял бы участников этих соревнований за любителей скандинавской ходьбы. Но если копнуть глубже, то отличий здесь наберется гораздо больше. Главный из них – соревновательный аспект. Здесь все по-взрослому. Тщательный судейский инструктаж, активные болельщики и, конечно, очки и голые секунды. «18, 16 и 18, 40. 21, похуже. Похуже? Ну, 18, 12. Нет, так это же еще». На сегодняшний день, согласно статистическим данным, более двух тысяч человек являются систематически занимающимися по данному направлению. Поэтому я считаю, что с каждым годом популярность направления только растет и все большее количество граждан является систематически занимающимися. Вел подготовку команд к турниру и знакомился всеми тонкостями ходьбы глава судейского корпуса Борис Воронцов, который перед самым стартом был вынужден принять непростое решение. «Я готовил все эти команды, сопроводил с ними тренировки. Поэтому у меня пристрастие ко всем одинаковое. Но есть, конечно, некоторые спортсмены, которым я бы хотел сегодня пожелать, что они явные фавориты. Но я не буду их называть сегодня фамилии. Я думаю, что они все-таки на трассе покажут. Ну, а чтобы субъективного не было оценки такой в качестве именно ходьбы, потому что оцениваться будет не только время, но и техника ходьбы. Так вот, чтобы не быть таким субъективным именно в этой оценке, я сегодня отказался именно от оценки этой ходьбы». Как часто бывает в таких ситуациях, новый вид всегда привлекает внимание. Неудивительно, что многие участники пришли за эмоциями и свежими впечатлениями. «Я мастер спорта по рукопашному бою. Мы работаем в детском и юношесе центре «Фортуна». Нам, в принципе, этот вид очень понравился. Я думал, это просто спорт, простой. Как говорят, да, в этом виде. Если ты бежишь, 300 калорий сгорает. А на этих палках, если вы бежите правильно, 700 калорий сгорает. То есть мне очень понравилось. Вот каким, не знаю, пускай скажут. «Море эмоций. Первый раз тоже ходил, сжег очень много калорий. Спасибо». Со стороны могло показаться, что выполняли участники самые элементарные движения. Шли себе налегке без видимых усилий. Но видимость обманчива. Здесь необходимо соблюдать осанку, поддерживать локти на правильной высоте. Да и за самими палками нужен глаз да глаз. Плюс преодолеть пять полноценных кругов и не потерять темп ходьбы на деле не так-то просто. «Приглашаем всех жителей Тюмени, Тюменской области принимать участие в этом прекрасном празднике. Потому что тут не важен, какой возраст тебе. Главное, что ты чувствуешь спортсмена в себе. Приходите, мы вас приглашаем и желаем брать от этого вида спорта только крепкое здоровье, хорошее настроение, долголетие и оптимизм. Приглашаем вас на такой прекрасный праздник, который создали в городе Тюмени». «Вырабатывайте силу воли, силу к победе. Это очень важно в сегодняшней жизни у нас». Победителем тюменского этапа стала команда Института физической культуры.